Мы оглашаем голым криком свободный дух в душе воскрес. Само название Адыга и название Чуки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В результате которой достаточно многочисленный по тем временам народ оказался разбросанным по миру. Русско-Кавказская война с 1763 года по 1864 годы была одной из самых правопролитных войн и самой длительной в истории России. Для Адыгар война стала национальной катастрофой. Большая часть этого самобытного народа была истреблена, а огромная часть оставшихся жителей была дебортирована османскими войсками. Дорогие ребята, мы сегодня с вами собрались, чтобы отдать дань памяти жертв погибшим в русско-кавказской войне. Как всем известно, дорогие ребята, 21 мая во всей стране, во всем мире отмечается день памяти жертв русско-кавказской войны. Сегодня исполнилось 158 лет со дня окончания этой самой кровопролитной, самой длительной войны в России. Мы каждый год, вся Россия, вся страна, вся русско-кавказская страна отмечает этот день, потому что его нельзя игнорировать. Это наше прошлое, это наша история. Ребята, вы должны знать, вы все это проходите в школе. Вы каждый год собираетесь здесь, и мы отмечаем этот день совместно с библиотекой, совместно с школой. Траурный день у нас всегда проходит или 101 час, или же тематический час. И вот этот тематический час приурочивается к нему, и наша выставка, которая называется Шо-ш-ш-мах. Это мы должны помнить, мы должны чтить нашу историю. Ребята, конечно, это очень обидно, это очень досадно, но то, что произошло, того не перечеркну. Но мы должны всегда помнить и рассказывать в дальнейшем своим детям, что произошло с нашими адыдами. Какую жертву они понесли. Сколько погибло у нас людей, которые переправлялись в Черном море, сколько их утонуло у нас, бедных наших людей. И сейчас во всем мире наши соотечественники тоже вместе с нами отмечают День памяти жертв Русско-Кавказской войны. День памяти жертв Русско-Кавказской войны. Само название Адыга и на название Челки. День памяти жертв Русско-Кавказской войны. День памяти жертв Русско-Кавказской войны. Продолжение следует...